А как его утихомирить? Весер, ветер, я пока кислый лимон попредставляю Корочку выкинь, пожалуйста Ну блин, накопать огурцы Как от низостыковочка, да, произошла? Ну, по-моему, хорошо было Всем привет, друзья! Вы смотрите программу Афиши С вами Полина Громова Я, как всегда, составила для вас подборку развлечений И сегодня из Зеленограда буду рассказывать вам о том, что будет происходить в Истре Поехали! Ну а начнем мы с прекрасных новостей Артисты Истринского драматического театра наконец-то выходят Из отпуска театр запускает новый сезон Правда, не с начала сентября, а с середины Но вы уже можете приобретать билеты на ближайшие спектакли К примеру, с 17 и 18 числа можно увидеть укрощение строптивой по Шекспиру Сюжет до сих пор остается увлекательным Заставляет задуматься над вопросами, например, как рождаются семьи Почему в некоторых из них все складывается к взаимному счастью, согласию На других же неминуемо наступает разлад Приобрести билеты на спектакль можно в кассах театра Либо на сайте театристра.ру Близится осень, а это значит, что в скором времени нам обязательно захочется чего-то теплого, душевного И желательно про любовь Отличный вариант сходить в кино на фильм после глава третья, снятый по роману Анны Тодд После падения Это продолжение романтической саги о юных влюбленных Тесс и Хардина Кто смотрел первые две части фильма, помнит, что встреча с этим очаровательным бунтарем Разделила жизнь главной героини на до и после В этой же главе она сталкивается со сложнейшим выбором Согласиться на работу мечты в крупном издательстве Или же переехать в Лондон вместе с Хардином Их страстную любовь ждет проверка на прочность Тайны прошлого, новые секреты И ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга Мы все глупеем от любви Пора рассказать тебе правду Мне хорошо там, где ты, Тесс После Глава третья В кинотеатрах со 2 сентября 9 сентября, друзья, не пропустите концерт Государственного Академического Оркестра России имени Светланова Он пройдет в зале Музея Новый Иерусалим в 7 часов вечера в программе Гайден, Моцарт и Бетховен Госоркестр имени Светланова один из старейших симфонических коллективов нашей страны В этом году ему исполняется 85 лет За это время музыканты успели выступить на самых известных площадках мира в Австралии, Австралии, Германии, США, Японии, Мексике и других странах Выстрый коллектив выступал недавно на фестивале Лето, Музыка, Музей Если вдруг вы пропустили, то есть шанс восполнить этот пробел Приобретайте билеты уже сейчас на сайте Музея Новый Иерусалим Всех жителей и гостей снегирей 4 сентября ждет большой праздник День поселка В этом году им исполняется 118 лет Вас ждет масштабная программа, спортивные игры, мастер-классы, ярмарка, концерт творческих коллективов Ну и конечно же салют Праздник начнется в 12, торжественная часть в 5 часов вечера Фейерверк озарит снегиревское небо в 22.00 От снегирей, кстати, и до Дедовска недалеко А там, в городской библиотеке номер 1, проходит выставка «Тонкие линии» художницы Анастасии Платоновой Она выразила свою любовь к родине через технику китайской живописи и с помощью акварели На картинах Анастасии изображены родные края и святыни, а также традиционные китайские сюжеты Увидеть работы можно до 8 сентября Ну что, друзья, совсем скоро нас ждет всеми любимый, обожаемый, долгожданный праздник 1 сентября, нет сомнений, в этот день ваши дети обязательно сгрустнут Устройте им веселье в 2 часа дня, отправляйтесь в ресторан «Айкон» Здесь, в День знаний, пройдет интерактивно-анимационная программа в гостях у фиксиков Также вас ждут приятные бонусы, скидка 20% на детское меню и бесплатные угощения для детей Забронировать столик можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах Вообще, в сентябре нас ожидает много праздников 1 сентября, как мы уже сказали, День ленивых мам, который отмечается 3-го числа В этот же день мы помним праздник Шуфутинского И 5-го числа Международный день благотворительности 7-го сентября тоже очень интересная дата День рассказывания историй о летних путешествиях После жаркого сезона, летних отпусков и школьных каникул наступает период возвращения в коллектив И пора обмена впечатлениями Так что смело делитесь, рассказывайте своим друзьям лучшее, что случилось с вами за время каникул Пусть завидуют Ну а мы, пожалуй, уже начнем праздновать Прямо сейчас наш специальный корреспондент Ваня Нестеренко Узнает у жителей Истры, где они отдыхали этим летом Так что сейчас мы переместимся в город, чтобы вручить ему наш микрофон Здравствуй, Ваня С Богом Здравствуйте, а как вы провели лето? Отлично Чем вы занимались? Была в Карелии Как вам это путешествие? Все хорошо, мне все понравилось Что вы там видели такого интересного? Озеро, лес, природа, очень хорошо, свободно Вы можете всем, да, посоветовать туда ездить? Да, всем рекомендую съездить в Карелию Как вы провели лето? Не очень хорошо Почему? Ну, не знаю Вы куда-то ездили отдыхать? Нет Здесь были выстрелы? Да А чем вы занимались? Ничего, гулял А как вы провели лето? Нормально Где вы были? Никуда не уезжал То есть вы были в Иске? Да А чем вы занимались? Дома сидел А как вы провели лето? Замечательно А где вы были? В Новороссийске, в Ростовской области Как вам там? Замечательно Вы можете всем посоветовать туда съездить? Да, конечно А как вы провели лето? В доме у бабушки А где он находится? Сураж Город Сураж, Брянская область Какие ваши самые яркие воспоминания оттуда? Поездка на речку и белорусский футбол В Сочи Вы отдыхали? Да Месяц Прекрасно А где вы были? В работе В работе, да Все работали все лето? Конечно Так, у меня ребенок убегает Как вы провели лето? Отлично Где вы были? Снимал А, то есть вы работаете в кинотеатре нашем? Ласточка, я пошел как не А где вы отдыхали этим летом? Зачем? Что вы меня спрашиваете? Если я срапнусь Лето, на работу А где вы работаете? В пятерочку В пятерочке Здесь в Истре? Да, вот, в 31 А где вы были? Дома Здесь в Истре, да? А вы ездили там, куда-нибудь на наши места? Там, в Новорослимском монастыре На водохранилище Истринское? Нет То есть вы были только в Истре? Ну да, гуляла по Истре в основном А я сначала вам не показала? Мы ездили на водохранилище Как вы там отдохнули? Хорошо, слава богу, лето было хорошее А какое ваше самое незабываемое впечатление об отдыхе? Об отдыхе? Как Маша мусор собирала и выиграла удочку А где вы отдыхали этим летом? На даче На даче А где находится дача? За лентой То есть в Истре? В Истре Это было Черное море Лазаревское Там было очень красиво Ну а я этим летом отдыхала на любимой Истринской даче Я, конечно, не поливала огурцы и не копала картошку Мне кажется, из-за этого лета прошло так интересно Также я успел сгонять в Санкт-Петербург Всем хочу его порекомендовать С вами был Иван Истеренко из 3РФ Я, конечно, не копала огурцы и не сажала картошку Ну блин, накопать огурцы Ну что, друзья, на этой ноте Когда нас накрыла волной ностальгия по лету 2021 Мы завершаем наш выпуск Напоминаю, что вы смотрели программу Афиша С вами была Полина Громова Люблю вас, целую И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok